Ну, здравствуйте, после тяжелой продолжительной, не приходя в сознание, спустя достаточно долгое время, я вновь в эфире Финам.фм, это Игорь Виттель. Это «Парадокс» с Игорем Виттель, телефон нашей студии, как обычно, 6510996, код города 495, или пишите нам на сайте финам.фм на странице программы «Парадокс». Сегодня мы обсуждаем реформу российской электроэнергетики из ЖКХ. В студии у меня Иван Дмитриевич Грачев, депутат Госдумы Российской Федерации, председатель Комитета Госдумы по энергетике. Иван Дмитриевич, здравствуйте. С нами на связи по телефону Владимир Милов, политик, замминистра энергетики России в 2002 году. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с того, что Иван Дмитриевич в последнее время вновь и вновь выступает с выступлениями, что реформа электроэнергетики провалилась. Я прав? Абсолютно. Так, соответственно, хотелось бы услышать, Владимир, согласны ли вы с этим заявлением? Да, только боюсь, что по другим причинам. Давайте озвучьте их. Я боялся, что вы скажете другими словами. Хочу вам напомнить, что нам недавно запомнили. Ну, я слышал высказывания господина Грачева, когда еще реформа не началась. Он там говорил о том, что не нужно разделять генерацию и сети и так далее. Вот мне кажется, он до сих пор на таких позициях. Но так делает весь мир, и это единственный способ обеспечить прозрачность и конкуренцию в электроэнергетике. Единственная проблема и ключевая в том, что никакой конкуренции, которую я декларировал 10 лет назад, обеспечить не удалось. Раздали генерирующие компании приближенному кругу лиц в электроэнергетике. Из-за этого дикая концентрация в руках такой, в общем, картельной, олигопольной группы игроков, которые полностью контролируют рынок. Кроме этого, у нас ключевая проблема связана с тем, что не стали реформировать «Газпром», а это, собственно, основной и ключевой поставщик топлива для электростанций. И, наоборот, приняли программу привязки внутренних цен на газ к мировым, к европейским, континентальным. И из-за этого мы не можем никак остановить достаточно серьезный рост цен на газ. Из-за этого растут тарифы на электричество. В общем, во всей этой энергетической цепочке нет ни малейшего намека на конкурентную среду, которую приводили в условие необходимости проведения вот этой реформы. Это главная проблема на сегодня. То есть вы считаете, что главная проблема в том, на самом деле это не проблема, а причина, в том, что не было создано конкурентной среды? Да, если бы ее создали, то ситуация была бы совершенно иной. Мы уже, например, по оптовым ценам электричества опережаем Соединенные Штаты в определенные временные периоды. То есть там уже 15 лет цены стабильно держатся на примерно одном уровне, а у нас вот они резко растут уже выше, чем в Америке, и конца края это неудивительно. Спасибо, не прощаемся с вами. Это разница именно в наличии или отсутствии конкуренции. Владимир, не прощаемся с вами. Я надеюсь, что вы еще послушаете нашу передачу и присоединитесь к беседе, Павел Расвандович. А вот замминистра энергетики, товарищ Курбатов, говорит, что процесс постоянных ручных доделок, подправок, которые приводили к тому, что идея извращалась до своей прямой противоположности, точнее, простите, это не его цитата, это эксперт, говорит товарищ Старченко. А вот он считает, что реформа практически удалась. При этом он говорится, Газпром мы не трогаем, РЖД сконцентрируется только на собственности. А вот единственная структурная реформа в России, которая удалась, это как раз инфраструктурная реформа. Для начала надо вот зафиксировать, и тут коллега меня поддержал, что реформа провалилась. Там дальше можно анализировать, потому что цены выросли выше американских. Если при всем моем уважении к вам и господину Милову, раз вы это заявили, это еще не значит, что мы должны это зафиксировать. Я тоже считаю, что она провалилась. Давайте хочется об этом поговорить. Второе, что очень важно, что на самом деле утверждение о том, что все так живут, что все пошли на дробление своих энергетических систем, это неправда в чистом виде. Ну, например, есть такая замечательная страна Япония, где шесть этих вертикально интегрированных компаний от генерации до розетки там все. И там нет никаких рыночных механизмов, там на самом деле они сдают ежегодно в министерство, ну аналогичное нашему министерству энергетики, свои заявки по ценам и приспокойно утверждают или не утверждают, исходя из мировой практики и японской практики. То есть вы считаете, что тут должна у нас быть японская модель с увеличением роли государства? Возможно, конечно, такая. Вторая вещь, чрезвычайно важная, то, о чем я спорил на старте, говорится тут, что я изначально был против этого дробления. Я полагал, что запустить рыночные механизмы и рыночную конкуренцию в этой системе абсолютно невозможно, что люди, которые вот рассказывают, как они после дробления организуют конкуренцию, они изначально просто имеют абсолютно смутное представление о том, что такое рыночные механизмы настоящие. Потому что для рынка важно количество, ну, грубо говоря, бесконечное множество покупателей и продавцов. Если у вас технологически и физически по факту один поставщик тепла и максимум два поставщика электричества, то никакой конкуренции быть в принципе не может. Нет, но Владимир абсолютно правильно сформулировал. На самом деле любая реформа, к сожалению, в России приводит к тому, что самые лакомые куски отдаются неким олигополиям. Тут я с Владимиром абсолютно согласен. Другое дело, что я там с ним уже не согласен по частностям, потому что нынешняя оппозиция просто, видимо, хочет заменой них олигархов другими. Это на самом деле прямое следствие. Если вы затеваете реформы, которые изначально неосуществимы... Правильно. Значит, их не надо затевать. То есть государство должно было держать это в своих руках и продолжать контролировать самые болезненные куски. А не говорить, что мы сейчас все отдадим рынку, рынок заработает. Без сомнения, без сомнения. Если понимать, что никаких там частных инвестиций в должных объемах не будет и конкурентные механизмы никакие запущены быть не могут в обозримой перспективе, то, соответственно, результат он очевидный. А тогда дальше, вот смотрите, как работает неправильная реформа. Ну, я уже говорил многократно, что капитализация в ту пору была по киловатту установленной мощности в районе 300 долларов. А строить надо было его за полторы тысячи долларов. Ремонтировать за 700. Сейчас за три с половиной примерно его надо строить, за полторы тысячи ремонтировать. Капитализация все равно в районе 500 долларов. Но, тем не менее, некие частные инвесторы же приходили. Это отдельная история, когда там иностранные частные инвесторы, это можно отдельно разбираться. Сейчас будем разбираться, Владимир. С фортумом и с прочими. Владимир, вы с нами? Ну, в среднем, рациональная стратегия просто тащить и вырывать в этой ситуации. Да, Владимир, врывайтесь в беседу. Ну, смотрите, у меня такое ощущение, что я в книжку Льюиса Керролла попал. Я не на серьезное обсуждение, извините, коллеги. Да, значит, вот господин Грачев привел в пример самый неудачный из возможных примеров – это Япония. Действительно, Япония – это одна из очень немногих стран, которая не пошла на разделение непрозрачной, монопольной, вертикально интегрированной электроэнергетики, а вот сохранила ее такой. Тарифы на электричество в Японии – одни из самых высоких в мире. Для населения они доходят на розетки до 10 рублей за киловатт-час на наши деньги. Вот вам, собственно говоря, доказательства того, что вот эти вертикально интегрированные механизмы, они не очень хороший результат дают, и ровно по этим причинам в разных странах шли на реформы. А хороший пример я вам приводил. Посмотрите на Америку. Там вот уже почти 20 лет стабильно на одном уровне держатся тарифы, они не растут, при том, что там во многих штабах действительно вот сформированы конкуренции примерно по той модели, которую мы хотели, планировали реализовать в России. Владимир, вопрос бы очень хотелось задать. Нет, они работают много лет уже. Единственный вопрос, что вместо того, чтобы создать конкурентную среду, например, в генерации, и создать много независимых друг от друга конкурирующих собственников, все активы раздали каким-то своим... Это вы уже говорили. Владимир, можно вопрос задать? Владимир, вы меня слышите? Вопрос очень бы хотелось вам задать. У вас кроме Японии, точнее, кроме Японии для Ивана Дмитриевича и Америки для вас других примеров нету? Вы не пробовали посчитать? Нет, подожди, я не договорил, Владимир. Секунду. 10 рублей в розетке вы не хотите посчитать еще по паритету покупательной способности, по ВВП Японии, по уровню жизни? А этого ни в коем случае нельзя делать. Почему это? Это трюк, который используют всякие разные псевдоаналитики, псевдоученые. Не нужно сравнивать эти цены по покупательной способности, потому что вопрос стоимости производства и передачи электроэнергии, он с покупательной способностью никак не связан. А то есть элемент оплаты труда тоже не учитывается в генерации? Прошу прощения, я просто не очень хорошо вас слышу, и вот когда вы задаете вопросы, я не всегда... Фонд оплаты труда, он тоже никак не влияет на генерацию? Вы говорите, что никак... Оплата труда занимает не очень высокую, маленькую долю в издержках. Ключевую долю в издержках там занимают топливо, ремонты, инвестиции и так далее. То есть вот эта вот история с большой якобы разницей оплаты труда, но на самом деле ни на что не влияет в стоимости электроэнергетических. И вот США, Евросоюз, Латинская Америка, Южная Африка, Канада, Австралия, даже Китай разделил свои вертикально интегрированные электроэнергетические компании, так что это делают реально во всем мире. Вот Грачев зацепился за одну Японию, но на мой взгляд неудачно, потому что там самое дорогое электричество в мире. Спасибо, напомню, с нами на связи был политик Владимир Белов. Просто целая серия неточностей. Первое про Японию. Ну на самом деле зарплата в хорошей стране, она выше 20% стоимости продукции, не так мало, сколько в Японии точно не помню. Во-вторых, топливо они получают в 5 раз примерно дороже, а при этом цена на конечное электричество примерно вдвое всего дороже, чем у нас. У нас в районе 5 рублей уже там 3-4. После выпуска новостей, если не возражаете, Иван Дмитриевич, буквально через минутку вернемся в студию. Ну сейчас мы возвращаемся в студию, напоминаю, это Игорь Виттель, беседуя с Иваном Дмитриевичем Грачевым, депутатом Госдумы, председателем комитета Госдумы по энергетике. Спорим мы о реформе электроэнергетики. И, Иван Дмитриевич, если не возражаете, у нас есть звонок от радиослушателей. Слушаем вас, Сергей. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы по поводу конкуренции в электроэнергетике пару слов. Про нее говорят, как будто это есть некое такое безусловное благо, в то время как это довольно спорное утверждение, потому что конкуренция в первую очередь подразумевает, что у всех участников этой самой конкуренции должны быть избыточные мощности. То есть трудно себе представить, что параллельно Русгидро, параллельно одной социально-шушинской ГЭС рядом построят вторую, разделят между ними реку, и они начнут между собой конкурировать, продавая электроэнергию на алюминиевые заводы. И учитывая, что исторически у нас сложилась такая ситуация, когда советский энергетический комплекс строился как единое целое, когда строящаяся электростанция, она известна, кого должна была питать, и буквальные мощности подстраивались и проектировались с учетом того, кого они будут запитывать. Ситуация, когда передача на большие расстояния, она еще требует, во-первых, больших технологических затрат, что это же понятно, что можно легко конкурировать на товаре, который можно произвести в любой точке мира. Хорошо, да, согласен. Как вы считаете, где вы видите выход из этой ситуации? Сергей, вопрос к вам. Вы знаете, вот я бы, я пока сам не вижу конкретных решений. Хорошо, вы не видите конкретных решений, но вы не считаете конкуренцию благом. Я считаю, что, да, не нужно ее воспринимать как безусловное благо, к чему нужно стремиться, потому что она сама по себе несет дополнительные удержки, которые ложатся все равно на потребителя. Спасибо большое, Сергей. Кстати, Владимир Ильич, в значительной степени это утверждение верное, что на самом деле и технологически, и физически в России у нас, как правило, один источник тепла, и никаких конкурентов быть в принципе не может. Ну и один-два источника электричества для каждого физически доступного. И вот это вот такая утопическая идея реформаторов, она везде, и в ЖКХ есть, что если мы посредников наплодим, вот тысячу посредников сделаем между одним источником, продавцом и одним покупателем, и вот между ними вдруг возникнет конкуренция. Это чистейшая водоутопия, которая просто непонимание фундаментальное, того, как рыночные механизмы работают, содержит в себе. Никакой конкуренции между ними возникнуть в принципе не может. Хорошо, а чем тогда думали, когда затевали реформу, что было сделано не так в этом? Мне кажется, что там было две, ну три, наверное, идеи. Первая, это вот такое утопическое либеральное представление, либерал-большевистское, что да, вот это можно, что мы виртуальных посредников наплодим, и там реальных в больших количествах, и они запустят конкуренцию. Вторая, это, конечно, интерес тех, кто эту собственность разбирал. Она по факту доставалась бесплатно там, где инвестиций реальных не было, потому что всего инвестиций там в лучшем случае 30 миллиардов набежало. Из 600, которые можно было извлечь из этой системы. Соответственно, они были заинтересованы. Ну, наверное, были и третьи лица, которые считали, что дробление это создает как бы безвозврат на систему. Переход к точке невозврата. Нам что делать сейчас? Прежде чем ответить на этот вопрос, еще один радиослушатель. Послушаем его, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня совершенно случайно оказался счет на электроэнергию. Обычная квартира в Москве. Обычно они до вас не доходят? Что? Обычно они до вас не доходят? Или случайно по-другому оказался? Да нет, просто они доходят до дома, я сейчас на работе. Значит, стоимость одного киловатта электроэнергии составляет 3 рубля 58 копеек. И такая вот есть внизу поправочка. Справочно сообщаем. Стоимость купленной электроэнергии 1 рубль 24,82 копейки киловатт-час. Стоимость передачи электроэнергии и иных услуг 2 рубля 33,18 копейки. В чем вопрос, Дмитрий? А в чем вопрос вообще? Почему стоимость купленной электроэнергии в два раза меньше, чем стоимость каких-то иных услуг? Как понять, что это за иные услуги? Там написано же транспортировка и иные услуги. Одно дело генерации электроэнергии, другое дело транспортировки. Вот, и хотел бы узнать, ну как бы стоимость товара... Иван Дмитриевич, ответите? Это абсолютно резонный вопрос, потому что в большинстве стран нормальных, о которых коллега Милов говорил, генерация — это две трети цены примерно. Мне очень нравится, когда депутат Госдумы говорит про нашу страну, что она ненормальная. Мне нравится такие самострелы. Я цитировал человека, цитировал коллегу, который говорил, что вот все страны. Это стоимость футбольных команд, я не знаю, запуска. На самом деле, конечно, прежде всего это цена посредников. Частично у нас сети раздроблены абсолютно ненужно на три куска. То есть это ФСК, МРСК и территориальные сетевые организации. На территориальных сетевых организациях, как правило, тоже дополнительные посредники сидят. Вот это искусственное дробление. Это непонятно, когда стоимость самой услуги меньше в два раза, чем ее передачи. Я безусловно согласен с тем, что вот все остальное должно порядка трети цены составлять. И вокруг этого прежде всего сейчас надо бороться. И что можно сделать? Прежде всего можно почистить посредников. Честно сказать, что большинство посредников здесь абсолютно не нужны. Чтобы их почистить, извините, надо расшифровать, что такое иные услуги. Как можно почистить то, что неизвестно что. Смотрите, вы вполне можете обратиться в то предприятие, которое вам прислало этот счет. Ну и на основании федерального закона или какого-нибудь постановления они мне напишут, что эти иные услуги они расшифровывать не собираются. Вот. А дальше вы берете адвоката и начинаете просто становиться. Помните, есть несколько таких американских фильмов о борьбе с корпорацией. Сделать может быть немножко разное понимание. Я как депутат... Это не регулирует. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Дайте, Ван Дмитриевич послушаю. И как председатель комитета говорю, что я должен делать. Я должен сказать, что это неправильно. Что это вот в этой части, по крайней мере, реформа абсолютно неверно отработала. Значит, дальше законодательно должен почистить посредников. Как я это должен сделать? В законе, когда эту реформу затевали, прямо зафиксировали, чего, кстати, сказать нет в самых, что ни на есть, рыночных странах, что ни генерации, ни сети вообще продавать не могут сами. Ну, например, в Норвегии, на которую ссылаются, где якобы самый лучший рынок в Европе, который вот был эталоном для нашей реформы, там генерирующая компания с каждым человеком имеет право заключить непосредственно договор. А государство полностью отвечает за цену сетей, за все системы передачи и занимается очень серьезно нормированием этой услуги, не полагаясь на некие рыночные механизмы, говорит, что все, что касается сетей вот этой системы обслуживания, оно будет нормировать самым, что ни на есть, жестким образом. Ну и когда это можно ожидать? Ну, поправку-то я внесу этим летом, который чистит посредников из этой серии, но, в принципе, вы тоже можете этим заниматься. Ну, вот я тоже призываю Дмитрия, если... Потому что иногда там есть посредники абсолютно близкие к вам, например, застревают деньги где-то в управляющих компаниях по дороге. Давайте вернемся, вы помните, был такой английский философ Бертон Рассел, который говорил, что Ньютон объяснил, или, по крайней мере, так считается, что объяснил, почему яблоко упало на землю, никогда не задумывавшись над более важным вопросом, как оно там оказалось. Давайте мы попробуем посмотреть, как мы там оказались. Значит, на начало реформы электроэнергетики мы имели достаточно разрушенную, ну, изношенную электросеть, не только сеть. Ну, это правда, да. Износ был процентов 50. Нам нужно было, исходя из логики государства, привлечь в это дело деньги, чтобы построить новые мощности, реконструировать, реформировать, старые, создать в результате так, чтобы было выгодно. Значит, тут два варианта. Поправьте меня, если я не прав. Первое, государство само дает эти деньги. Государство говорит, а не, у меня таких денег нет, идите отсюда. Давайте создавать условия, чтобы пришли частные инвесторы. Приходят частные инвесторы. Я правильно все изъяснил? Абсолютно правильно. Рассказ правильный. Приходят частные инвесторы, рассказывают красивую сказку, как завтра все будет хорошо. А дальше начинается следующее. Им отдают те куски, которые действительно вкусные куски. С них берутся обещания. Тут очень успешно, напоминаем, я вот прямо-таки даже бы при своей страсти к теорию загору предположил, что как специально. 2008 год, кризис в разгаре. Частный инвестор говорит, не, ребят, ребят, подождите, подождите, подождите. Мы сейчас не можем тут, правила совсем поигрались, поменялись. И вот дальше происходит вообще непонятно. Они дают какие-то обещания, выполняют ли они свои инвестиционные программы. Что у нас вообще? Нас же волнует сейчас, вы простите за цинизм, не столько стоимость электроэнергии, хотя, конечно, она нас волнует, но еще и безопасность. Потому что бог с ней, например, с электроэнергией, а вот с тепловыми сетями, на которых у нас 70% износ, и которые, мы помним, гейзер этот, который Павел Свердловский недавно бил, да? Мы таких гейзеров можем, а если, не дай бог, это произойдет зимой где-нибудь в Якутске. Это вообще катастрофа. У нас вся структура изношена. Абсолютно правильное рассуждение. Но тогда на старте надо было, и я это сделал, и выступал, и говорил, кстати, коллеге Чубайсу, что никаких частных инвестиций туда не придет. И объяснял почему. Говорил, что если у вас капитализация 300 долларов по киловатту, а строится и ремонтируется он в 10 раз дороже, то ни один нормальный частный инвестор в среднем в эту... Нет, но прижмите, у нас же есть примеры, и он, и Нель. Совершенно верно. Есть отдельные точки, это, например, рядом алюминиевый завод. Или рядом город Москва, где потоки денег больше, чем в Нью-Йорке. Или, ну, есть целый ряд ситуаций. Плюс к этому и Форту Мойонель умеют контролировать они своих, ну, на самом деле... Издержки. Издержки, да, в значительной степени лучше, чем наши это делают. Они строят там не за 3 тысячи с половиной, а за полторы, за тысячу долларов киловатт. Соответственно, плюс работают на перспективу. Это несколько иная ситуация. Понятно было, что такие истории, ну, достаточно сливочные, они будут в энергетике. Но в целом, исходная оценка, она была совершенно очевидна, что ничего, кроме государственных инвестиций, туда не придет в больших количествах. И по факту, если мы посмотрим все эти годы, вот объемы частных инвестиций и объемы государственных инвестиций на сети, на ремонт Саяна-Шушенской ГЭС и так далее, выяснится, что 85 процентов примерно, 85-90 процентов было государственных. А прибыль получали и выводили в основном частники, это правда. Соответственно, закладывалось это вот на старте реформы, что именно так и будет. Значит, вы говорили, и я абсолютно с вами согласен. Чубайсу, что так оно будет, так оно случилось. Вы молодец. Можем вам поаплодировать. Сейчас чего делать? У нас же за все это время состояние сети ухудшалось, состояние генерации ухудшалось. Мы видели аварию на Саяна-Шушенской ГЭС. И не дай бог, я не хочу быть Кассандрой. Но мы можем себе представить, что, в принципе, при таком износе, который есть, мы больше не можем жить за счет Ленинского плана ГЭС, за счет Сталина. Мы четко говорим, что централизация сети это занятие правильное. Что с генерацией и надо ли нам возвращаться к вертикально интегрированным компаниям, это такая история долгая и сложная. Но то, что сейчас надо централизовать сети и нормирование туда вводить по цене, по всему, в том числе и по безопасности, кстати сказать, это процесс правильный, он начался и, в принципе, мы его законодательно обеспечим. По теплу надо четко сесть и сказать, вот сколько стоит ремонт сетей, тех, которые там рвутся и взрываются. Чудовищные деньги. Да, около 9 триллионов примерно стоит ремонт этих сетей. Ну тогда надо четко сказать, а можно или нельзя вот их взять с граждан российских. Потому что это следующая утопия, что раз люди себе приватизировали квартиры, то вот мы сейчас навесим на них все эти расходы, в том числе и ремонт сетей навесим через всякие разные обходные пути. И они вынуждены будут под угрозой выселения этим заняться. А так это или нет, мы узнаем после выпуска новостей ровно через минуту. Ну что ж, мы вновь в студии. Напоминаю, у меня в гостях Иван Дмитриевич Грачев, депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по энергетике. Телефон в нашей студии 6510-99-6, госгорода 495. И мы обсуждаем реформу электроэнергетики, ЖКХ и вообще, как нам реорганизовать РАПКРИН. И остановились мы на замечательном вопросе, а где деньги ЗИН? Где нам взять эти замечательные деньги, которые потребуются на реформу тех же теплосетей, допустим? Ну, общая оценка, что капитальный ремонт жилья, который тоже нужен, чтобы не свистело тепло на улицу, и ремонт сети, он стоит порядка 30 триллионов. Время, которое максимум есть, это 15 лет, по 2 триллиона в год примерно. И, соответственно, разбросать их на население абсолютно невозможно. Это опять из утопий. Где взять? Соответственно, надо тогда говорить, что самый лучший стабилизационный механизм, это не гнать по 100 миллиардов долларов в год в стабилизационные фонды, а примерно половину из них отдать как раз на восстановление сетей в стране. При этом по теплу там и даже в странах типа Норвегии рассказов о рынке вообще никаких нет. Нет, вот тут я вмешаюсь. Во-первых, согласен, возможно, можно было бы немножко посчитать стабилизационный фонд. Вот, но, допустим, опять государство сделает все за свои деньги, а конечным продавцом кто будет всем этим управлять? То есть не надо создавать рынок конечных продавцов, которые будут там, простите опять за слово, конкурировать. Про тепло рассказываешь, что ни одна нормальная страна, включая, я надеюсь, и нашу в перспективе, она никаких рассказов про рынок тепла вообще не ведет. В той же Норвегии они четко говорят, что это квази рынок. То есть рынок быть не должен. Да, они просто думают, какие могут быть обратные механизмы между населением и, ну, теми, кто муниципальные или там иные структуры, которые... За счет обратных деньги, частичные деньги. Ну, первые деньги, это право всегда отрезаться от системы. То есть их законодательство предполагает, что если человеку цена не нравится, то он в любой момент, и так вся политика техрегулирования выстроена, он может отрезаться и поставить свою альтернативную установку тепловую. Зашкалили по цене, отрезался. Ну, и второй механизм, поскольку, как правило, тепло принадлежит муниципалитет, это выборы. Не нравятся цены, которые тем муниципалитет устанавливаются, ну, не выбирай его в следующий раз. И никаких там рассказов, что рыночные механизмы вот здесь все исправят, по теплу их нету. Тогда еще один вопрос возникает. Смотрите, у нас буквально там года два назад, если мне не изменяет память, просто характерный пример, вот эти типовые строения 12-этажные блочные дома, да, их по Москве практически все там покрасили, вроде как ввели теплоизоляционные материалы какие-то, как же вы говорите, тепло не свистело, да, потому что тут можно поговорить о энергосбережении, у нас же огромное количество потерь, как в процессе транспортировки, так и... Ну, вдвое примерно, да. Да, у нас нечеловеческо, прямо на месте теряется тепло, да. Это правда. Вот, можно же было об этом позаботиться еще. Тоже правда. Это вот та часть, которой и надо заниматься. Так вот, мне интересно, потому что я разных специалистов спрашиваю, у них абсолютно диаметрально противоположное мнение вот об этом косметическом ремонте. Вы говорите, что нужен как бы полный ремонт. Это был сделан косметический ремонт, вроде как улучшилась теплоизоляция, ну и да, улучшился внешний вид, теперь не стоят страшно эти белые коробки. На ваш взгляд, это один из путей, работающий или нет? Ну, ремонт, это штука правильная, но только ремонт-то капитальный должен быть. Ну, если у вас... Я знаю, ремонт, который вводят вроде как не самые современные энергосберегающие технологии, но новые теплоизоляционные материалы. Это помогает... Просто обыкновенный ремонт, который приводит систему в порядок, используя в том числе и новые материалы, там, ну, хорошие кирпичи, условно говоря, там, облицовку стен. Ну да, там не было. Эта штука, безусловно, полезная. Она процентов на 40 в стране позволила бы сэкономить. Ну, вот, может быть, это один из путей, если у нас нету... Я про это и говорю, тогда надо опять сесть, посчитать, сколько стоит такой ремонт и сколько стоит починка сетей, которые сегодня изношены на 70%. Хорошо. А с электроэнергетики, как вы предлагаете строить новую генерацию? У нас генерация-то построена товарищем Лениным и товарищем Сталином, если мне не извиняюсь. В значительной степени надо государству сосредоточиться на распределенной генерации. Потому что если мы, ну, к вертикально интегрированным системам не хотим прийти, а так, я думаю, противников очень много, не только коллега Милов, то, соответственно, сети в значительной степени будут централизованы, а генерация останется такой, ну, достаточно свободной. Соответственно, тогда механизм, который позволяет действительно некие конкурентные отношения, вот аналогично теплу установить, это строительство распределенной генерации. Но если она идет хаотически, вот так, как сейчас это в стране происходит, то часто она, ну, делается сама неэффективная, там, с низкими КПД и так далее. То есть, на мой взгляд... А как сейчас это делается? Ну, никакой системы в этом плане нет. Им достаточно сложно подключаться к существующему сетевому хозяйству. Им достаточно сложно получать разрешение на генерацию. У них существуют часто абсолютно искусственные правила, заданные законом. Ну, вот характерный пример, это в Сибири, там, Бодайбинский район, в Иркутске. Ну, он энергодефицитный, поскольку там достаточно серьезная промышленность золотобывающая. Они говорят, хорошо, мы построим себе мощности, которые обеспечат весь район. И себестоимость будет нормальная, там, в рубль впишутся, грубо говоря. Но им же по существующему закону нельзя будет пользоваться этим электричеством. Они будут обязаны продать его на опт, после того, как сами себе построят. Потому что там больше 25 мегаватт заведомо эти установки будут. И оттуда уже с опта получить в 5 раз дороже. Ну, в 3 там, на самом деле. И какой смысл им это делать? Так они и не делают в результате. Вот характерный пример, когда абсолютно неверное заданное этими реформами законодательства мешает нормально решить проблему. Спокойно, нормально. И там, кстати сказать, частные инвестиции есть вполне достаточно. А как же частные инвестиции? Я тогда в законе должен этот запрет снять. Или, по крайней мере, ослабить. И такие поправки мы тоже летом внесем. А понимаете, в чем дело? Я все время, я, по-моему, эту историю рассказывал, общался с вашим коллегой, вашим заместителем, который, рассказывая про ситуацию дел вообще в энергетике, там не об электроэнергетике шла, а вообще об энергетике, там немножко другое. Сказал, что там настолько коррумпированная отрасль, что я ничего не могу поделать. И вот мне вот интересно, а когда депутаты говорят, что мы ничего поделать не можем, вы тогда зачем? Вот вы сейчас можете действительно внести, вы можете внести эти поправки? Более того, я их проведу. Когда? Задавался уже радиуслушателем этим вопросом. Я думаю, что летом внесу и постараюсь уже, ну, допустим, в зимнюю сессию провести эти поправки ключевые. Скажем так, основные направления реформы электроэнергетики, которые не устраивают вас, не устраивают меня, не устраивают всю страну, людей, которые понимают, что реформа как таковая провалились, да? Вряд ли вы сейчас вот это чубайсерское лобби сломаете, ну, условное чубайсерское лобби, и как бы изначально сможете повернуть вот то, что было сделано неправильно, в ту сторону, которая нам с вами кажется правильной. Это, несомненно, сложно, потому что вот установив некие стратегические вещи, к чему я хотел бы прийти, там, к централизации сетей, к распределенной энергетике, я действительно часто буду в абсолютной конфронтации с этими реформами. Но тогда как я должен поступать и как я, в принципе, поступаю? Искать среди бизнеса, прежде всего, там, крупного, среднего, союзников, которые заинтересованы хотя бы в частичном исправлении этой ситуации. Вот, например, о праве продавать напрямую и генерации сетям, ну, заинтересованных лиц достаточно много. Почистить ненужных посредников, ну, зачем им делиться прибылью с людьми, которые абсолютно не нужны в этой схеме? Значит, соответственно, здесь могут быть союзники. В части снятия этого ограничения, абсолютно железного, по крайней мере, для новых станций, что 25 мегаватт ты имеешь право для себя сделать, а больше только через ОПТ, на мой взгляд, тоже можно найти достаточно серьезных и сильных союзников. Конечно, это потребовало достаточно таких, ну, длинных обсуждений. Ну, понимаете, вот тут как раз пришло письмо от Неканта Нины из Санкт-Петербурга, которая пишет, что, перефразирую, коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны, но, правда, электрификация почему-то через «и», пишет Антонина. Возьмите, пожалуйста, Розенталью, почитайте, если вы не возражаете. Все, электрификация через «и» пишется. Спрошу, а какая ни индустриализация, ни машиностроение без нормальной энергетики и нормального управления энергетикой? К чему? То есть вопрос справедливый, я его просто расширю, да? А государство у нас вообще понимает, что государству самому нужно. Вот условное государство, да? Люди, находящиеся у власти, они понимают, что нам для дальнейшего развития нужно в этой отрасли это, в это это, а вот в электроэнергетике нужно то-то и то-то. То есть хотя бы осознание, целеполагание есть какое-то? В части программ, которые на эту тему есть, ну, например, темпы роста мощностей, они прописаны более-менее разумно, там можно спорить, но когда дальше, простой следующий вопрос, ну, очевидный, кто опять-таки деньги даст на эти мощности, там начинается уже в значительной степени утопия. Вот вместо четкого ответа, допустим, если нужно 30 триллионов, то будь добр, четко и ясно скажи, откуда они возьмутся. Вот это ты возьмешь с населения, там, то, что касается текущих затрат, но на капитальные затраты тебе все равно придется либо из федерального бюджета, ну, либо там какие-то инопланетяне прилетят. Тогда надо говорить, что у страны примерно 5 лет есть до следующего глубокого кризиса. Я в этом уверен с 2010 года и на ваших передачах всегда говорил, что в ближайшее время никаких вторых волн не будет. Ну, тут я с вами не согласен, ну, хорошо, вы считаете. И эти 5 лет, они, ну, более-менее приличных бюджетов, если там уж совсем глупостей не делать, значит, часть денег, которые шли в стабилизационные фонды, надо на стабилизацию энергетики России потратить. Тогда их там, в принципе, хватит при правильном раскладе. Ну, не согласен по поводу второй волны кризиса. Еще один вопрос тогда возникает, да? Сейчас просто мы к частности метров перейдем позже. Люди, которые делали эту реформу, на ваш взгляд, это люди, которые добросовестно заблуждались, или это, отматывая от последнего наезда Владимира Владимировича на Анатолию Борисовича, которое уже было связано с Роснадо, да? Вспомним все-таки реформу электроэнергетики, да? Люди добросовестно заблуждающиеся, либо это некие злодеи и враги народа. Ну, как говорят, прежде чем искать сложное объяснение, ищи корысть и глупость. Да, классическое это. Соответственно, глупых людей, которые... Вот, Ген, знаете, брить твоя кама, простите, я вас перебиваю, как раз до этого всегда, либо идиоты, либо вредители. Вот, до этого мы с вами дорезались, а вот теперь нам предстоит как бы выяснить, идиоты или вредители. И те, и другие были. То есть были люди, которые до сих пор думают, что на рынке вот эти посредники, толпа посредников, может запускать рыночные механизмы. Они то же самое в ЖКХ пытаются сделать. То есть, ну, везде. То есть они так мыслят. Им кажется, что вот то, что, ну, например, нарезали формально нашу страну на там огромное количество зоны узлов, и на этих узлах там стекается в компьютеры информация некая, и вот игра с этой информацией, она может справедливые рыночные стоимости создавать. Это чистейшая вода утопия, которая, к сожалению, до сих пор многие руководствуются. Ну, как их... Ну, почему? Ну, у нас же в некоторых отраслях заработало все-таки условно. Я сейчас не говорю... Без сомнения. Там, где полно услуг бизнеса, там действительно работают... Извините, чем вам малый бизнес отличается от посредников? Можете назвать и так это... Физически у вас есть станция одна, с которой вы электричество можете получать, и одна тепловая станция, и никаких конкурентов физически у вас нету. Все остальное это игрушки виртуальные, которые на самом деле к настоящим рыночным механизмам никакого отношения не имеют. Были корыстные люди, которые, конечно, понимали, что чай же там перепродавалось этих станций, покупали, перепродавали. Быстро, ну, что значит выводили оффшоры, там президент их за это там ругал на каком-то совещании. Они понимали, что можно же амортизировать это, не вкладывать в капиталку, там, текущие деньги. Вот те самые две трети, которые идут на посреднические услуги в значительной степени, выводить в виде прибыли. Таких тоже хватало. И они, в принципе, сейчас... А сам Анатолий Борисович? Мне сложно сказать. Мне кажется, что у него, если, ну, вот утопические взгляды в части рынка, тут я сомневаюсь, есть ли они у него. Но пройти точку невозврата, ну, грубо говоря, разрушить инфраструктурные в части энергетики. О том, злодей Чубай или нет, узнаете после выпуска новостей. Ну что ж, мы вновь в студии беседуем с Иваном Грачевым, председателем комитета Госдумы по энергетике. Иван Дмитриевич, мы ушли на новости, на том, что вы пытались ответить на вопрос злодей Чубай или добросовестно заблуждающийся человек. Я так думаю, что для него это самоцелью было, дробление системы. Для того, чтобы пройти точку невозврата, ну, в силу каких-то обстоятельств. В силу каких обстоятельств? Личных обстоятельств. Человек засланный враг, который рушил страну. Либо он добросовестно заблуждался. Централизованный. Либо вы заблуждаетесь. Типа Советского Союза может там возродиться система. Мне трудно судить, я на эту тему с ним не разговаривал. Но вот всегда полагал, что он достаточно неутопический человек, чтобы верить вот в эти рыночные бредни, что там обязательно запустятся механизмы, там для этого никаких физических условий нет. Соответственно, не понимать, что там капитализация, ну, разрыв между капитализацией и ценой строительства огромный тоже не мог. Соответственно, я думаю, просто целевая такая установка была. А вот вы за централизацию сетей, да? Безусловно. Я считаю. Да в той же вон Норвегии, на которую они ссылаются, по сути, сеть эта централизована. А вот новая эта компания, российские сети, она вам тоже нравится? Ну, как она строится, не очень нравится. Но сама вот шаг, на мой взгляд, в правильном направлении. Особенно, если быстро соберут и территориальные сетевые организации. Либо непосредственно, либо через специальный сетевой кодекс. А тогда расскажите мне, пожалуйста, вот создается компания «Российские сети», да? И практически едва ли не первое, что она делает, это заявляет, что она потратит до конца года 300 миллионов рублей на поддержку футбольного клуба. Не комментируй. Про футбол я считаю, что и так страна слишком сильно увлекается разным спортом, чтобы я еще включался и комментировал. Нет, но дело не в этом. Я сейчас с вами не буду спорить о том, хорошая команда ЦСКА или плохая. Для меня она лучше. Мне интересно, если создается компания, и вместо того, чтобы инвестировать в подстанции, в строительство, в линии электропередач, она начинает спонсировать футбольные клубы. Ну, она довольно много инвестирует, даже в одной области, там порядка 60 миллиардов рублей. Я понимаю, но может быть нам тогда действительно нужна не централизация, а децентрализация? Может быть децентрализованные сети не будут? Ну, на самом деле спорт надо централизованно развивать. Я понимаю, но вот как раз это задача государства. Там, где надо содержать на бюджетные деньги, содержите на бюджетные деньги, там, где это невозможно, значит, ну, делайте по-другому. А когда это, ну, здесь же кругом каша, то есть бюджетных денег, должных на спор, не выделяется, дальше на какие-то постройки абсолютно непонятные. Бессмысленно выделяются. И, соответственно, тогда... Я же сейчас не об этом, мы же с вами не о спорте собрались поговорить. Я говорю о том, что может быть... За стратегию в целом развития экономики страны, ну, вот в данной передаче, я думаю, это... Мне интересно, почему... Шире. Я не к тому, может быть, просто и ошибка создавать централизованные сетевые компании, так как и они деньги... Ну, нельзя сейчас это в эфире теперь эти слова говорить. Ну, они процентов 60 потратят целевым образом. Процентов 60, это неплохой результат. Допустим. Все остальное будет связано с разными вот этими историями. А как нам сделать так, чтобы вот, неважно, компания была централизована или децентрализована, но она тратила не 60 процентов денег на нужды, а тратила все, что должна тратить. Это на самом деле четкий контроль за бюджетом. То есть, как это делается в странах, которые вот назывались, ну, там, развитыми и нормальными, да? Ну, например, в той же Германии бюджетный комитет всегда возглавляет оппозицию. Для того, чтобы правительство не тратило лишнего, там, зафиксированного в законе, что всегда будет бюджетный комитет в парламенте возглавлять оппозицию. А где моя позиция-то возьмем? Наша оппозиция. Я думаю, что... Вон вам в оппозиции, пожалуйста, придет один из главных оппозиционеров, товарищ Милов, и ваша реформа электроэнергетики по-грачевски будет окончательно зарублена. Вот вам и оппозиция, будете радоваться. Оппозиция, она разная. Я вот тоже принадлежу к оппозиционной партии, и наши представления, они иные, не такие, как у Милова. Я думаю, что, конечно, это только контроль нормальный за бюджетом, за все равно собственностью. А как нам вообще с перекрестным субсидированием разобраться? Еще один хороший вопрос про электроэнергетику, который меня всегда мучил. Вот как бы, понимаете, это так же, как с Советским Союзом. Вы хоть, видимо, и противник его возрождения. Я, к сожалению, понимаю, что его возродить нельзя. Я думаю, что это невозможно просто. Да, дело не в этом. Ну, просто клубок проблем, он же остался со времен Советского Союза. Какую проблему ни возьми, геополитическую или экономическую. Практически все они имеют корни там. И сейчас вот это вот расшивать как-то нам тоже придется. Когда я эти вещи анализировал, то самый правильный механизм это рыночные механизмы и прямая бюджетная поддержка вот для таких историй. Соответственно, если вот для этих конкретных, если промпредприятие хочет брать электричество с высокого напряжения по оптовым ценам и все с этим согласны, то такая возможность в перспективе должна быть. Но мы же отказываемся на эти цели нормальную бюджетную поддержку дать. Мы говорим, что нет, мы вот там ни население, никого в этой части датировать не будем, не будем оказывать никакую бюджетную поддержку, тогда начинают возникать вот эти механизмы. Нет, все-таки если сейчас нам населению поднять, оно во-первых платить не сможет, уже не платежи растут, ну и так далее. То, соответственно, тогда надо в обозримой перспективе сохранять эту перекрестку. Сохранять последнюю миллиону. То есть пока сохранить? Ну, безусловно, до роста зарплат, до нормального уровня придется сохранять, а куда денешься? Или надо бюджетные закладывать механизмы, а этого никто не хочет, все говорят, что мы как-нибудь с государства все сбросим, да? Доминирующая в правительстве идея. То, соответственно, ничего другого все равно не останется. Иван Ильич, а вот можно от лица малого бизнеса вопрос задать? Потому что то, что мы с вами говорим, это в общем-то достаточно понятно, но некая терроризированная. Есть практика, и когда сталкиваешься с коллегами по тому малому бизнесу, о котором мы говорили, который в стране еще, несмотря ни на что... Выживает как-то. Как-то выживает, да. Возникает один и тот же вопрос. Подключение, которое стоит невероятных денег и практически физически невыполнимо, потому что стоят либо огромные очереди, либо что-то еще. Ну вот элементарный вопрос подключения к электросетям. Люди не могут построить ни небольшую фабрику, ни маленький свечной заводик в Самаре, ну это уже цитата, неважно. Любой малый бизнес, да, вплоть до палатки, которая к сетям не может подключиться. Как этот-то вопрос решить? Там, где неэнергодефицитные регионы, в принципе, должен быть заявительный характер подключения. И должно это государство обеспечивать. У нас сколько неэнергодефицитных регионов? Большинство. То есть, в принципе, это проблема решаемая, это просто чиновничий произвол? Ну, отчасти чиновничный произвол. Отчасти? Это, опять-таки, заданная реформа организации системы подключения, взаимоотношений. То есть, когда выступает там каждое лицо, как некий самостоятельный игрок со своими требованиями. А мы можем вот сейчас обозначить четко 10 пунктов, которые должно государство в этом году сделать для того, чтобы исправить ситуацию в электроэнергетике? И государство, и частные инвесторы. Вот что, 10 пунктов, чуть-чуть более-менее развернуто, что нужно сделать? Я как-то так в режиме 10 пунктов. Ну, можете не 10, я просто примерно. Нужно вот те три пункта, о которых я говорил, обязательно. Это прежде всего снять запрет на прямые договора. Уверен, что это нужно делать. Дальше снять запрет на строительство мощностей для себя. Дальше, безусловно, иметь четкую государственную программу развития распределенной энергетики. Третья вещь, которая нужна. Дальше, на мой взгляд, надо четко в части организации рыночных механизмов, ну, раз уж там все равно имитация их будет, сказать, что вот эта вот система маржинального ценообразования, она никогда ни к каким справедливым ценам не приведет. И, соответственно, ее надо кардинально изменить, а не косметически. Ну, остальные пункты 6, наверное, более частные. Но, тем не менее. Вложить, кстати, сказать, нужные деньги, четко сесть, посчитать. Вот пункт номер 1, а не 5. То есть сейчас должно инвестировать государство? Вот давайте... В тепло, в тепловые сети точно совершенно государство. В значительной степени в сети обычные и в подключении распределенной энергетики тоже государство. В части генерации там, на мой взгляд, надо специально смотреть, где нужно государственное участие, а где можно пока этого избежать. А в процентном соотношении, вот вам как кажется, из тех частных инвесторов, которые пришли, кто из них исполняет, сколько из них исполняют инвестиционные программы? Процентов 10-15. Исполняют программы полностью? Да. А частично хотя бы? Ну, я думаю, что треть примерно. Если вот и первых взять 15% и добавить вторых, то где-то треть. То есть всего треть из инвесторов? Я думаю, что так. А почему бы тогда руководству нашей страны в любимой им манере немножечко не устроить кому двушничек, кому трешничек, а кому и деприватизацию? Ну, наша страна, она отказывается нормально управлять госсобственностью, потому что принцип, что государство, если оно заплатило, должно хотя бы пакет акций нарастить. Он же нигде никогда не работает у нас. То есть простейшие вещи в управлении госпакетами акций, а наращивание госпакетов акций, если инвестор государства, их в принципе законодательно не фиксирует, не хотят. А почему? Это опять-таки вот дихотомия, вредительство? Я думаю, что часть не понимает. Часть наших руководителей искренне верит до сих пор этим рассказам о рыночных механизмах, о том, как они вот все это спасут, что только вот их до конца не запустили, поэтому все идет не так, как надо. А часть, наверное, ну, как-то и так все хорошо идет, вроде нужды по принципу наименьшего действия. Идет и идет, катится и катится. А вот если бы вы сейчас были частым инвестором, вы бы понесли свои деньги инвестировать в электроэнергетику? Если бы долгосрочные деньги были, то... Насколько долгосрочные? Компании, ну, лет 20. То есть горизонт планирования сейчас лет на 20, да? Я думаю, что серьезные инвестиции лет 15-20. Без этого не... А в какую часть хотя бы? В генерацию, все эти, во что? В распределенную генерацию. В распределенную генерацию. Я бы понял. И она бы, как вы говорите, не отобьется раньше, чем 15-20 лет. То есть в данном случае государство опять-таки должно... Я просто не думаю, что правила игры изменятся. Ну, плюс, естественно, отбить инвестиции, плюс изменение правил игры. Так быстро и коротко, что в ближайшие опять... Ну, как изменить? Государственно-частное партнерство опять играть в это? Ну, надо им, в том числе, законодательство при соединении к сетям менять, да? Для распределенной генерации. Определенные там инвестиционные... То есть построили люди, нужно упростить подключение... Безусловно. Излишки энергии они должны сбрасывать достаточно быстро и эффективно при необходимости. Ну, продавать. Соответственно, это тоже требует изменения действующего законодательства. Ну, на этом наша передача подходит к концу. Я хочу пожелать Ивану Дмитриевичу все-таки продавить свои поправки в законодательство, чтобы мы увидели хоть какой-то свет в конце туннеля. Главное, чтобы он не оказался идущей навстречу электричкой. Напомню, с нами был Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике. Я, Игорь Виталь, услышимся завтра в то же время. Всего.